В эфире новости губернии. В студии Алена Ласова. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах. Не только готовить кадры. Вузы должны стать центрами создания инноваций. Каковы шансы у университетов в Самарской области влиять на общество, экономику и развитие региона и страны? За советом к младшему брату. Новокуйбышев скучит Самару хозяйствовать. О больших коммунальных возможностях в малом городе расскажем. Дорогу в небо самарским юнормейцам показали спортсмены российской сборной по парашютному спорту. Наши видеокамеры наблюдали за ними на земле и в воздухе. Объединиться и добиться высокого результата. Как было сказано на совещании, прошедшем в Тольятти и посвященном развитию системы высшей школы, у Самарской области есть все необходимые стартовые условия для формирования на базе вузов инновационных центров. Подробности в нашем материале. В Самарской области по силам многое. Главное – работать сообща. Заместитель министра образования России высоко оценил потенциал региона. Сформировано сильнейшее научно-образовательное ядро. В планах создания «Гагарин-центра» уже работает Центр отдаенных детей, два опорных вуза технический и ТГУ. Медицинский возглавил мощный кластер профильных вузов. Национальный исследовательский университет имени академика Королева участвует в программе «Пять стоя». Это так называемый первый эшелон высшего образования России. И за последние годы существенно поднялся в международных рейтингах. Есть все виды университетов, все форматы, все целевые модели. А значит, возможен альянс, консорциум, кооперация, как угодно, потому что есть разные компетенции. Они все могут составить непрерывную, самодостаточную модель, если говорить о консорциуме на территории в Самаре, в Тольятти или где-то еще. Вы чуть выше, чем Российская Федерация по результатам трудоустройства. Спасибо вам большое, Николай Иванович, системе образования, потому что это сегодня один из очень важных показателей. И по уровню заработной платы чуть выше, в среднем, ваши выпускники получают 29 тысяч рублей, в сравнении с Российской Федерацией, где 28 тысяч рублей. Как отметила заместитель министра, задачи, стоящие перед университетами, изменились. Если раньше это была подготовка кадров, то сейчас все гораздо важнее и амбициознее. Вузы становятся центрами развития общества, регионов, создают новые технологии, новые сектора науки и экономики, формируют среду вокруг себя. По темпам инновационного развития регион поднялся с 33-го места в 2014 году до 19-го в 2016 году. Но, как сказал губернатор, этот, казалось бы, существенный прогресс не устраивает. Регион должен быть в пяти лучших. Мы всегда ориентировали наших ректоров делать все для того, чтобы мы могли привлечь сюда талантливых ребятишек через сначала центр одаренных детей, не только наших, не только своих. Инженеринговый центр в Тольятти мы ставим задачу, что это будет не для Тольятти, а для Тольяттинска. Это будет и не на область работающая, и не на страну только работающая, а работающая на весь мир. У Тольятти сейчас уникальный шанс. ТГУ, опорный университет России, городу присвоен статус территории опережающего развития. Действует особая экономическая зона, технопарк Живулевская долина. Есть и хорошие специалисты. Инженеринговый центр в таких условиях будет способен решать самые амбициозные задачи. Сегодня мы понимаем, что мы на правильном пути. Очень важно сегодня делать, идти в ногу со временем, чтобы всем образованием было современным. Надеюсь, что все вот эти общие усилия и государственная поддержка, которая сегодня находится на высоком уровне, она даст свои плоды. Мы увидим хороший достойный результат. На совещании подчеркивают, необходимо активнее работать с молодежью. Прогресс уже есть. Все больше медалистов остаются в Самарской области. Точно чего нельзя бояться, это вовлечение молодежи. Если мы говорим про инновации, про прибавочную стоимость, про технологические и социальные предпринимательства, то это точно тема молодежи. И поэтому то, что Иволга на территории проходит, и я была там, и я слушала. Посмотрите, там уже тысячами дети приходят, и проект уже упакован, и они уже предлагают, и они точно обустроят Россию. По крайней мере, самозанятую свою они обеспечат. Это другое качество жизни, качество среды и все другое. Представляете, если такие люди будут у вас сотрудниками университета. Людмила Михайловна Огородова подчеркнула, в Самарской области есть все необходимые стартовые условия для формирования инновационных центров на базе вузов. Считали совет ректоров сумму. Мы за пять лет вложили примерно 2,5 миллиарда рублей денег. 2,5 миллиарда рублей. Говорят, вузы нашего региона. Говорят, я тоже хочу сказать, не Екатеринбург, не Новосибирск. Таких сумм не вложила. Как отметили на совещании, необходимо ломать межведомственные барьеры. Настало время сотрудничества. От того, как университеты справятся с поставленными задачами, зависит будущее региона. Сергей Овчиньков, Ольга Павловская, Дмитрий Аллатрцев, Тимур Набеев. Новости губернии Тольятти. Ушел из жизни видный ученый и общественный деятель Владимир Андреевич Виттих. Долгие годы он руководил Институтом проблем управления сложными системами РАН. Много сил отдал разработке интеллектуальных систем управления, использующих компьютерное представление и обработку знаний. В последние годы жизни кардинально поменял сферу своих научных интересов и активно работал над созданием и продвижением новой теории общества. Был советником вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Самарской области. Многим самарским любителям джаза он запомнился как замечательный музыкант. Свои соболезнования родным и близким Владимира Андреевича выразили губернатор и правительство Самарской области. Горько сознавать, что теперь этого талантливого, мудрого, отзывчивого человека с нами нет, говорится в сообщении. Прощание с покойным пройдет 20 августа с 10 до 12 часов в Институте проблем управления сложными системами по адресу Самара, улица Садовая, 61. Уличное освещение, разбитые тротуары, парковки на газонах, эти и другие вопросы волновали тольяттинцев на встречу с главой города. Сегодня задать вопрос администрации, депутатам и правоохранителям смогли жители Автозаводского района. Разговор в таком формате прошел впервые, но станет традиционным для Автограда. Алена Алешина продолжит. Реконструкция набережной, выставочный зал со сквером и фонтаном, новая сцена драматического театра, возведение спортивных комплексов, в том числе, мирового уровня. Новые школы, детские сады и поликлиники. Это лишь некоторые штрихи нового облика Тольятти в рамках программы празднования 50-летия выпуска первого ВАЗовского автомобиля. Город преображается не только внешне, но и внутренне. Глядя на масштабные обновления, и люди начинают наводить порядок в своих дворах и микрорайонах. К благоустройству подход системный. За 10 лет городской программы должны полностью обновить дворовые проезды, установить детские и спортивные площадки, отремонтировать фасады и внутридомовые коммуникации. В этом году на эти цели направлено 216 миллионов рублей. Важно, что оплаченные все работы будут только после приемки их жителями. И здесь важна роль общественных советов микрорайонов. В автограде их 85, уже определен состав, следующий шаг – назначение управляющих и обучение. Незаконные торговые точки, борьба с контрафактным спиртным, парковки на газонах – это и многое другое волнует активистов. Не сбавляет остроты и тема ЖКХ. Помогите, пожалуйста, решить нашу застарелую проблему, связанную с уличным освещением. Вот мой дом и еще шесть таких домов в нашем 19 квартале имеют уличное освещение, которое прикреплено к фасадам наших домов. И мы, порядка 3,5 тысяч жителей, оплачиваем из своего кармана это уличное освещение. На сегодняшний день есть механизм, который дает федеральное законодательство, как это решить. Для этого нужно заявиться, для этого нужно решение собственников, и для этого есть программа, которая позволяет эти вопросы решить. Не все предложения и просьбы прозвучали в зале, и их жители могли оставить в так называемых общественных приемных, которые работали в фойе. Конечно, не все люди способны пойти в администрацию и задать какой-то вопрос. Очень здорово, когда глава города встречается с активом города. Это первая встреча, и мы отждем от нее многого. Подобный диалог с жителями, обещают, станет традиционным, и все вопросы найдут решение. Алена Алешина, Сергей Александров, Новости губернии, Тольятти. Поделились жилищно-коммунальным опытом. Депутаты Самарской гордомы, специалисты коммунальной сферы отправились в Новокуйбышевск. Работу общественных советов микрорайонов и управляющих компаний города «Спутника» поставил в пример Николай Иванович Меркушкин 27 июня этого года на совещании, посвященном качеству услуг ЖКХ. Вместе с думской делегацией Новокуйбышевск посетила и наша съемочная группа. Дом образцовой культуры быта. Без тени иронии говорят гостям из Самары о своем жилище, обитателям многоэтажки номер 46 по улице Дзержинского. Благоустроенные клумбы, радующие малышню обилием аттракционов детская площадка – все это во многом результат усилий самих жильцов. В Новокуйбышевске удалось добиться максимального участия собственников жилья в управлении своими домами. Здесь давно уже поняли – считать, что мне кто-то что-то должен – не самая конструктивная позиция. У нас город небольшой, он компактный. И вот это взаимодействие, какое-то соседское взаимоотношение с соседями между собой, оно как раз подталкивает всех на благоустройство, на хорошее содержание дворовых территорий, на то, чтобы дворики были чистые, как уже было сказано, все выходят на субботники, и старый мал, и помогает городу благоустройству. Всего в Новокуйбышевске 820 многоквартирных домов. Это, как быстро подсчитали участники выездного совещания, сопоставимо с числом домов в Железнодорожном или Октябрьском районах Самары. Каждый район областного центра сегодня – самостоятельное муниципальное образование, где создано 355 общественных советов микрорайонов. Так что именно сейчас опыт Новокуйбышевска имеет благодатную почву для развития его губернской столицы. Самара немножечко должна сдвинуться вперед. Общественные советы микрорайонов у нас работают всего несколько месяцев, поэтому нам очень важно было посмотреть опыт Новокуйбышевска. Новокуйбышевска уже работает пятый год в системе общественных советов микрорайонов. И нам, конечно, этот опыт очень полезен. Колл-центр – еще одно решительное слово новокуйбышевцев в деле борьбы за благоустройство и чистоту родного города. Сюда стекается вся информация о неполадках в сфере ЖКХ. Допустим, у человека прорвало трубу. Человек звонит к нам в колл-центр, заявка принимается и незамедлительно направляется на службу. То есть в зависимости от времени суток либо аварийная служба, либо управляющая компания. Организация обслуживающая или аварийная служба, заявка наша принимается в работу. И далее мы уже контролируем ход исполнения. Кул-центр работает с 2014 года. В среднем в сутки сюда поступает около 150 звонков. Создание такого центра Самаре еще только предстоит. Наработки города спутника помогут и в этом случае. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев. Новости губернии. Аграрий Борского района тоже ставят рекорды. Помимо высокой урожайности, по вводу в оборот неиспользуемых земель. Более 6000 гектаров. Средняя урожайность свыше 30 центнеров с гектара, что на 10 больше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители уверены, это не предел. В Борском районе уборочная страда на пике. Шум комбайнов не утихает ни днем, ни ночью. Сергей Платонов за штурвалом степного корабля более 20 лет. И лучшей техники не припомнит. Все автоматизировано. Только рульш и все, больше ничего. Третий сезон вроде, ни поломок, ничего не было. Дай бог. Кажется, приятно, когда все комбайны ходят, все убирают. Ход работы проверяет Евгений Федорович Чичев, член общественного совета при Минсельхозе по развитию АПК. Поля объезжает по поручению губернатора. В этом году земля из-под снега освободилась поздно. А зимую пшеницу еще убрать не успели. На подходе яровые. Овес вот он у меня лежит. Посмотрите, какое крупное зерно и сколько их там. Это не меньше 40 центеров с гектара будет этого овса. Благоприятно, что условия сложились в этом году для яровых культур. Овес везде хороший. Так что мы в этом году уверены, что кроме озимой пшеницы, которую уже дает больше 30 центеров с гектара у нас на сегодняшний день, 50 процентов мы убрали и продолжаем убирать. В этом году аграрий не просто довольный урожаем. Он получился рекордным – более 30 центнеров с гектара. Есть и другие достижения. Так, Борский район в лидерах по вводу в оборот неиспользуемых земель. Рекордный урожай. Что на это серьезно повлияло? Мы много раз уже говорили, что это результат технической оснащенности, значит, сельского хозяйства сегодня. Сельского хозяйства. Что это результат? Значит, вот всеобщего, будем говорить, внимания к селу. А вот это внимание сегодня, я считаю, оно появилось с приходом в область Николая Ивановича Меркушкина. Губернатор еще в своем первом послании говорил о том, что урожайность самарских полей может быть выше. Важны технологии, применение удобрений, модернизация машино-тракторного парка. Поддержка колоссальная. За пять лет на развитие сельского хозяйства было выделено порядка 50 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. И сегодня средняя урожайность по всему региону 35-37 центнеров с гектара. Это на треть больше, чем в прошлом году. В ПФО это один из самых высоких показателей. Мария Акимова, Михаил Смирнов, Новости губернии. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике. «Губерния» за минуту. По итогам рейдов и ежедневных проверок за 8 месяцев 2017 года самарскими стражами дорожного порядка составлено около 5000 административных материалов за тонировку. За технические несоответствия были выписаны порядка 3000 штрафов. Самая популярная из них модификация автомобильного глушителя, который усиливает громкость выхлопа. Штраф за эти правонарушения 500 рублей. В Самарской области полицейские уничтожили семя чагов произрастания дикорастущей конопли. Их обнаружили в Юховском районе в пойме реки Кондурча. Площадь участков составила около пяти соток. Вся дикорастущая конопля была скошена и сожжена. В Жигулевске задержаны подозреваемые в хищении колодезных люков. Ими оказались местные жители 1991, 1992 и 1996 года рождения. Они привлекли к себе внимание стражей порядка, двигаясь по городу на сильно перегруженном автомобиле. Настоящая жемчужина в центре Самарской области отмечает свой юбилей. Жигулевскому государственному природному биосферному заповеднику имени Ивана Ивановича Спрыгина исполнилось 90 лет. Чем сегодня живет один из важнейших туристических центров губернии в материале нашего корреспондента Дмитрия Лобанова. Юбилей Жигулевского заповедника имени Ивана Ивановича Спрыгина совпал с другой круглой датой – 100 лет заповедной системе России. В честь праздника лучших работников природоохранной сферы региона награждают памятными грамотами от имени губернатора Самарской области. Есть понимание, что эти все особо охраняемые природные территории созданы для того, чтобы сохранить уникальную природу – флору, фауну. То есть, на первый взгляд, это достигается тем, что туда минимизируется доступ человека. А в то же время, наверное, неправильно, чтобы вот эти красоты не видели как можно больше людей. Директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев отмечает, внутренний туризм в регионе за последние пять лет развивается все быстрее. Среди популярных маршрутов – Бахилова Поляна, Каменная Чаша и Гора Стрельная. Последняя сегодня модернизирована и может принимать людей с ограниченными возможностями. Сейчас происходит стабильное существование, даже не стабильное, а определенный рост популярности Жигулевского заповедника. И связано отчасти с тем, что повысается культура нашего населения, наших посетителей, экологическая, я имею в виду. То есть, уже не надо бороться с теми, кто предлагает построить что-то на территории Жигулевского заповедника, что-то вырубить лес. То есть, таких уже просто нет обращений. Посетители, которые к нам приходят, стояли посмотреть, тоже Стрельная, Каменная Чаша, уже с тропы не сходят, костры практически не разводят. Только за 2016 год более 50 тысяч туристов побывали в Жигулевском заповеднике, и это число продолжает расти. Поэтому, по словам специалистов, сегодня важно не только сохранить, но и приумножить природное богатство Самарской области. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии. Жигулевск. А на базе Шиляевского лесничества открылся визит в центр Жигулевского заповедника для желающих посетить экскурсионный маршрут Каменная Чаша. Здесь можно будет узнать об истории охраняемой природной территории, уникальной местной флоре и фауне, а также о тропе, по которой предстоит пройти туристам и заодно перевести дух после экскурсии. Наши корреспонденты побывали на открытии. Талисман заповедника с удовольствием позирует туристам. На фотографиях теперь появится новый хэштег «Солнечная поляна» визит в центр Жигулевского заповедника. С этого комплекса, по сути, и начинается пеший маршрут на Каменную Чашу. Но прежде чем туристы преодолеют тропу, длиной почти в два километра, им предлагают познакомиться с правилами поведения на территории заповедника, схемой маршрута, истории и паспортом воды из источника. Визит-центре представлены экспонаты горных пород, птичьих гнезд, фотостенды с гербарием и птицами, живущими на заповедной территории. Здесь они получают информацию, обелечиваются и идут дальше. В планах обустройство входной группы, устройство парковки автомобильной, место благоустройства, беседы, отдых, туалеты, без которых невозможно, и самой тропы подъема, потому что в некоторых местах достаточно круто, и после дождя просто скользко. Каменная Чаша – один из самых популярных маршрутов региона. Только в этом году урочище посетили полторы тысячи туристов. С открытием подобных центров их станет еще больше, уверена здесь. Не всегда в поле бывает очень удобно что-то рассказать, потому что погодные условия самые разные бывают. И поэтому вот эти визит-центры – это визитные карточки, по сути, заповедника. Это те места, с которых человек знакомится с информацией, а потом он уже получает эмоции на самой территории. Открытие визит-центра стало возможным благодаря федеральному финансированию и спонсорской поддержке «Паурус Гидра». Мы вообще считаем, что экологическое воспитание и экологическое просвещение должно быть неотъемлемой составляющей нашей жизни. Поэтому мы активно участвуем во многих проектах, которые реализуются в Самарской Луке силами национального парка, силами заповедника имени Спрыгина. И надеемся, что это поможет делу сохранения природы. Визит-центр на Солнечной Поляне станет еще одним подарком для туристов в год 90-летия заповедника. Виталий Портнов, Алена Алешина, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии, Жигулевск. Чемпионат ближе. До главного футбольного события 2018 года остается 300 дней. В честь этого у входа в парк Гагарин установили объемную буквенную инсталляцию «Самара-2018». Этот символ теперь напоминает жителям до Мундиаля меньше года. На открытии любой желающий мог поучаствовать в праздничной викторине и получить призы. После чего на футбольном поле парка состоялся товарищеский матч между командами журналистов и городской администрацией. Напомню, в 2018 году мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах России. «Самара» примет на своем поле 6 матчей. 4 матча группового этапа, включая игру сборной России, а также 1-8 и 1-4 финала. В 2010 году было принято решение о проведении чемпионата мира у нас футбола в России. Казалось бы, долгих 8 лет, а сегодня остается 300 дней. Это практически ничего в рамках вот этого срока. Хочется, чтобы как можно быстрее наступил вот этот июнь 2018 года и попробовать, поприсутствовать, поучаствовать во всем этом. Потому что вот вроде бы всю жизнь в футболе, а воочию на чемпионате мира так и не получилось поприсутствовать. Поэтому вот жду с нетерпением. Воспитанники юноармейского клуба кадет авиации получили мастер-класс от лучших парашютистов мира. Спортсмены сборной ЦСКА показали им дорогу в небо. Как все это было в репортаже Николая Козлова. С чего начинается дорога в небо, юноармейцам из Сызранского клуба кадеты авиации рассказывает пятикратный чемпион мира по парашютному спорту прапорщик Валерий Эрикович Хювинен. У него за плечами свыше семи с половиной тысяч прыжков. Ребятам предстояло прыгать со стандартным десантным парашютом Д-6 на жаргоне дуб. Но план испутал сильный ветер. На помощь пришли бойцы армейской команды ЦСКА по парашютному спорту. А что вы делаете? Одеваю подвесную систему на пассажирку для того, чтобы она себя чувствовала в воздухе комфортно, чтобы динамическая нагрузка, которая происходит при раскрытии парашюта, была равномерно распределена. Пассажиром стала кадет Оксана Сергеева. Она, как выяснилось, в небе не новичок. Как впечатление? Хорошая. Бывая готовность. Отлично. А у тебя у самой уже прыжки есть? Да. Сколько? Два. С чем прыгала? Юниор и до шестой. Правда, говорит Оксана, раньше она прыгала с 600 и 800 метров, а сейчас ей предстоял прыжок с 4000. Но парашютисты ЦСКА скучать в воздухе не дали. Оксана прыгает в тандеме с четырехкратным чемпионом мира Алексеем Быковым. За его плечами свыше 8 тысяч прыжков. А внизу их встречает наша съемочная группа. Здравствуйте. Ну, как дела? Все отлично. Ну, как впечатление? Тоже отлично. И даже словами не передать. К сожалению, сегодня погода не позволила совершить прыжки на стандартных парашютах. Поэтому провели прыжки только на спортивных. Рады, что сборная вооруженных сил согласилась и при поддержке руководства ЦСКА позволила молодым патриотам получить полное ощущение неба. Мы считаем, что данная тренировка позволит людям понять, что же такое парашютный спорт, что же такое авиация, что такое армия. И пусть не все из юноармейцев станут парашютистами-спортсменами. Небо, говорят курсанты, преображает человека, делает его чище и лучше. А значит, взрослые спортсмены свою задачу выполнили. Николай Козлов, Александр Каракулько, при поддержке Валерия Хювенена. Новости губернии. Рождествено. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте губерниятв.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова